Друзья, всем привет! Ну что, отработали предыдущие упражнения? Кстати, важная информация для вас. На отработку одного урока у вас должно уходить где-то две недели ежедневных занятий. Это время, за которое вы сможете вложить в руки все эти упражнения. То есть алгоритм занятий такой. Берете какой-то урок, ну например второй, или третий, или десятый, когда он выйдет. И берете каждое упражнение и играете его по пять минут в разных темпах. Поиграли в темпе 60 минуту, подняли там до темпа 80. Поиграли в темпе 80 две минуты, включили темп 120, ну к примеру. Поиграли еще минуту. Все, следующее упражнение. Итак, каждый день две недели. Вы играете упражнение из выбранного вами урока. Через две недели берете следующий урок и прорабатываете все упражнения по такой же схеме. Ну а сейчас переходим непосредственно к уроку номер 3. В этом уроке мы по-разному скомбинируем акценты и получим некие фразы. Маленькие фразы на несколько тактов, которые будут играться всего лишь на одном аккорде. Что позволит вам больше сконцентрироваться на ритме. Итак, первое упражнение играется на аккорд F9. Вот он берется, можете посмотреть на аппликатуре. Вот само упражнение. Значит, у нас есть один такт, в котором 4 квартоли. Значит, в первой квартоли акцент играется на A и на C, во второй на B и на D. И дальше просто, следующие две квартоли просто чес. Играем без метронома вначале. Подсчет, да, то есть считаем. Ну и теперь под метроном. Упражнение номер 2. Играется на аккорд D9. В общем-то, все эти аккорды, как и во втором уроке, так и сейчас, D9, E9, F9, они все одинаковые. Отличаются только положением на грифе, точнее позицией. Аппликатура одинаковая везде, просто нужно знать, где находится тоника аккорда. То есть тоника у нас на пятой струне. И, соответственно, просто сдвигаем. Вот была ми. Следующая фа. Аппликатура та же. И теперь ре. Девять. Все это девятки. Вот на ваших экранах самоупражнение. Играем вначале без метронома. Так, поехали. Подсчет. И подметроном теперь. Третье упражнение в нашем уроке играется на аккорд G9. Просто сдвигаем по грифу аппликатуру нашу. Перед вами упражнение. Играем вначале без метронома. Поехали. И под метроном теперь. Следующее упражнение. Оно играется уже на другой аккорд. Аккорд ми-7. Е7. В пятой позиции. Выглядит он вот так. В этом аккорде не нужно играть по шестой и пятой струне. Даже правой рукой. То есть мы как бы играем, стараемся по верхним струнам четырём играть. Ну для того, чтобы случайно не задеть, мы всё равно большим пальцем глушим. Взяли аккорд и поехали. Чёс без метронома. Вообще, как бы это упражнение, оно немножко сложное поначалу покажется, потому что здесь плавающие акценты. Поэтому вы очень медленно отработаете его без метронома до тех пор, пока оно не станет получаться. И только потом начинайте под метроном с медленного темпа. 40, ну кому как, может 30 кому-то. Может кому-то 50 легче будет сразу или ещё выше. И добавляйте по 5 ударов. И не пытайтесь за сегодня дойти до 100. Например, дойдёте сегодня до 60. Если вы с 50 или с 40 начинали. Завтра до 70. И так каждый день по чуть-чуть. Поехали. Эй, биси, 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 биси. И под метроном. Берём следующее упражнение. Остаёмся на этом же аккорде Е7 в этой же позиции. И вот это вот упражнение, которое перед вами сейчас без метронома. Поехали. Бэй, биси, 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 биси. И под метроном. Друзья, очень просим подписаться вас на наш канал И поддержать нас лайками И до встречи в следующих уроках Пока